Ситуация по подготовке сборной к дополнительному турниру чемпионата Европы, я думаю, что можно записать будет к ней в Гиннес. Потому что уже все европейские команды, которые попали в финал, они в начале мая, с 3 мая начали подготовку. Те, которые уже попали в финал. Я не говорю о командах, которые готовятся к этому турниру, в которых мы будем участвовать. Одно место, 10 претендентов. Турнир очень серьезный и значительный для любой сборной команды, потому что все хотят туда попасть. Я понимаю ситуацию клуба, который участвует сейчас в этом чемпионате. Но, тем не менее, сборная должна быть главной командой в стране. И нужно было со стороны руководителя этого чемпионата сделать все необходимое, чтобы все, те, которые призваны в команду, бы участвовали в подготовке и достойно представляли Украину на этом турнире. Очень сложно для всех и для главного тренера. Я думаю, что Ирина Викторовна попала в такую ситуацию, когда очень трудно организовать команду. Это очень трудно подготовить команду. И постарались пойти на уступки к клубу на время тура, отпускать девчонок в свою клуб, и потом будут возвращаться. Очень трудно представить, прогнозировать, как эта команда будет участвовать, как эта команда будет играть в этом турнире. Спасибо тем руководителям клуба и этим девчонкам, которые пошли на встречу и начали взаимопонимание с главным тренером и прибыли на сбор. Я думаю, что даже в этой ситуации, с таким отношением, как относятся девчонки к каждой тренировке, к нашей четвертой тренировке, мы хотели бы, чтобы эта команда подготовилась и достойно выступила в чемпионате. И будем делать все возможное, чтобы эта подготовка дала какие-то результаты. Но, на моем опыте, зная, как готовятся сборные, сколько готовятся сборные, трудно что-нибудь предвидеть. Но хочется, хочется за то, что они здесь, хочется за то, что она терпит поездку в свои клубы назад, возвращения, не спят. Вот он приезжает и утром уже тренируется за, можно сказать, даже за эти страдания. Хочется, чтобы эта команда успешно выступила. Я не говорю о том, что мы ставим цель попасть. Мы ставим цель сыграть хорошо, чтобы представить достойную эту сборную. Если получится эта ситуация, то нужно будет побороться за это первое место. Конечно, мы делаем все для того, чтобы этот результат состоялся. Вы можете себе представить состояние девчонок, которые прибыли и тренируются, и тех, которые не прибыли, остаются в своих клубах и тренируются. Вы можете представить ситуацию тех руководителей и тренеров, которые послали своих воспитанников в сборную, и тех, которые не послали. Получается абсолютно неравная ситуация, но тем не менее это наша страна. Называется она Украина. И когда едешь по улицам столицы или по дорогах, и написано такое большое, что любить Украину. Вот я прочитал, и девочки прочитали, и начали любить еще больше Украину. И спасибо им, что они здесь, что они хотят тренироваться, что они будут выступать под флагом Украины. Спасибо вам большое.